Иду в свою художественную мастерскую отправлять картину, проданную, и постер сегодня ночью или сегодня утро. Так что у меня папка, видите, с постерами. Давно не было никаких продаж постеров. Я рада. В Лейпциг, город Лейпциг, Лейпциг продан постер. Я вам сейчас покажу. Я сейчас приду в свою художественную мастерскую. Включу прямую трансляцию на YouTube. Если интернет будет как надо, то и магнитик в Америку, в Нью-Йорк, Бронкс. Круглый магнит, светящийся в темноте. Я вам покажу потом. Сейчас приду. Он у меня в художественной мастерской. А постеры еще тут я сегодня уже искала, все уже бумаги распечатала. Все. Пересылку оплатил. Покупатель дорогую пересылку. Магнит купил за 9 евро. А пересылку заплатил 16,99 евро. Или сколько? Вот так вот, как и должно быть. С номером отслежки. Ничего. Не пожалел. Потому что я за все это плачу. Поэтому. Только что распечатала таможенную декларацию и марку. Вот купила за вот эту оплаченную цену. 15,99. 15,99. Ну и еще упаковочный материал, который я сама оплачиваю. Ну и получит маленький подарочек еще. Ну сейчас я покажу. Когда приду, покажу вам. Постер, это я тоже сейчас распечатала тоже вот эту марку. Все, я тут тоже конверт с собой, постер с собой. Другие постеры сейчас вам тоже покажу. Они у меня недорогие в магазине. Так что смотрите, кому интересно, кому нужен постер. У меня тоже очень много постеров. Как я и сказала, я работаю с фирмой, которая печатает постеры. Там цены другие. А вот цены, которые 5 евро, это мои. Так что для людей, у которых нет возможности купить дорогой постер, могут себе позволить такую воскресенье у меня. Так что посмотрите. Надеюсь, не попаду ни в какую грозу. Потому что обещали грозу, дождь. Надеюсь, что я успею до грозы. Успеть. Сегодня воскресенье. Многие воскресенья там, в субботу, воскресенье отдыхают. А я нет. Ну, то есть это для меня заниматься творчеством. Вот эти продажи, рисовать, картины, музыка. Это для меня моя жизнь. И поэтому по выходным... У меня даже в магазине написано, что если вы делаете заказ, то я иду на выходных и запаковываю картины. То есть я работаю на выходных. Вот сейчас я все запакую. Выйду в прямую трансляцию. Так, сейчас я пройду тут. И посылку отправлю завтра, потому что почта закрыта сегодня. Завтра прям пойдет уже... Ну, я сегодня отмечу еще номер отслежки сразу в магазине, что все находится в работе. И все. Так что кто у меня будет заказывать, будут приятно удивлены. Быстрое, быстрое, быстрое оформление заказа и отправка. А остальное все зависит от почты, как они быстро. Быстро или нет. Ну, пока все как надо. Слава тебе, Господи. Все работает как надо. Пока не было таких моментов, чтобы не пунктуально приходила посылка. Но были-были, когда вот корона была. А сейчас вроде опять все нормально. Так, стою на светофоре. Видите, у меня вид уставший сегодня. Я даже концерт вчера не дала, потому что я всю ночь до утра сидела, работала над своим магазином Etsy. Я там цены снижала, пересылку там. Ну, вы заметите, у меня подвесочки сейчас по суперцене. Короче, много-много часов сидела прямо до утра, работала над своим магазином. Потому что концерты концертами. Живу я от продажи своих картин. А концерты это народ на халяву только слушает. Никто ничего не спонсирует. Поэтому все это откладывается на второй план. Так что это не самое важное. Ну, пока не самое важное. Пока это не так ценится, как мое творчество. Ну, хотя у меня тоже долго продаж не было. Видите, у меня волнообразно все идет. Тоже месяц никаких продаж не было. Но была концертами занята. Как продажи. Сразу иду, оформляю картины. Так что оно так и будет, наверное, происходить. Так что и то, и то. Ладно, пошла я дальше. А то, ну, тяжелые эти постеры. И вас в руке держать. Все, уже руки отваливаются. А мне еще надо запаковать все. Эти хорошего дня, не болеть. Вон, видите, у меня глаза больные чуть-чуть. У меня там что-то... Глаз как-то что-то воспалился. Хоть бы этого ячменя не было. А то у меня уже было полтора года назад. Некрасиво. Что теперь? Надеюсь, нет. Ладно. Пока.